Итак, Европейский Союз открывает двери для грузин и украинцев. Сделан последний шаг для предоставления безвизового режима этим двум постсоветским республикам. Комитет постоянных представителей ЕС утвердил механизм экстренной приостановки безвизового режима. А именно это было главным препятствием. Непосредственно голосование по либерализации визового режима для двух постсоветских государств в Европейском парламенте намечено на начало 2017 года. То есть уже совсем скоро. Ну а на следующей неделе начинаются трехсторонние переговоры Украина-Грузия-Европарламент. В Киеве и Тбилиси это решение приветствовали депутат Верховной Рады Мустафа Найем. Сказал РСВИ, что эта новость радостная, пусть и запоздалая. Это один из самых первых и больших шагов интеграции. В первую очередь, потому что население. То есть мы можем не считать себя или не быть как государство, частью Европейского Союза, как политическое объединение. Но то, что граждане теперь будут свободно передвигаться по Европейскому Союзу и будут наравне с европейцами пользоваться услугами и по транспорту, и по пересечению границ, я думаю, что это большой, конечно, шаг вперед. Механизм экстренного замораживания безвизового режима, принятый сегодня в Брюсселе, означает, что Европейская комиссия теперь имеет полномочия временно приостанавливать действия безвизовых режимов на период в 9 месяцев для определенных категорий граждан. Некоторые обозреватели в Киеве с осторожностью отнеслись к сегодняшней новости. Это решение Европы, говорят они, нельзя воспринимать как немедленное открытие границ для Украины. Я думаю, что безвизовый режим для Украины будет предоставлен, но, скорее всего, вряд ли раньше марта 2017 года. По моим расчетам, раньше не получится. Даже если европейские органы и Украина прикладут огромные усилия и закончат техническое урегулирование, в декабре мало уже вероятно, в январе, скажем так, в феврале, все равно нужен будет какой-то технический период еще таможням, пограничным службам для запуска этого режима. Какая предполагается процедура после утверждения европейским парламентом безвизового режима для Украины и Грузии, граждане этих стран смогут находиться в ЕС до 90 дней на протяжении полугода. Правда, работать они не смогут. Речь идет о туристических поездках. Заявку на право пересечения границы нужно будет подавать через интернет, заплатив 5 еврокомиссии. Сегодняшнее решение, как уже было сказано, предсказуемо, с радостью восприняли и в Тбилиси. Грузия, член формата «Восточное партнерство» и уже не первый год ожидает введения безвизового режима со странами шенгенской зоны. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили поблагодарил европейских политиков за поддержку в процессе либерализации визового режима для граждан своей страны. Об этом он написал на странице в Твиттере. В Тбилиси уверены, что Грузия заслужила упрощение визового режима с ЕС. Все было не зря. Мы укладываемся в запланированные сроки. Несмотря на то, что была угроза отсрочки процесса, но визит премьер-министра в Брюссель дал свой результат. Не считая, что этот процесс заслуга только правящей партии «Грузинская мечта». Работа в этом направлении велась много лет. Были проведены важные реформы, как при предыдущей власти, так и во времена тех, кто был во главе государства до них. Нам выдался хороший шанс довести дело до конца. Мы находимся на финальной стадии процесса. Есть все шансы, чтобы Грузия получила либерализацию визового режима. Грузинское общество всегда было предано западным ценностям и заслуживает безвизовый режим с Европой.